Приветствую всех на курсе Алмата по комбинаторике. Сегодня мы с вами изучим, что такое число размещения и число сочетаний. Давайте вернемся к задачке из предыдущих тем, сколькими способами можно из n человек выбрать k и расставить их в ряд. Как мы это с вами решали? На первое место мы можем выбрать человека n способами, на второе можем n-1 способом. Мы уже не можем выбирать человека, который на первом месте стоит. Аналогично тогда на третье n-2 способами и так далее. Накатывая последнее место n-k плюс 1 способ. Мы с вами это немного преобразовывали, записывали также все числа от n-k плюс 1 до n. И дальше умножали и делили это на все числа от 1 до n-k. n-k и так далее до 1. И раз домножили, то должны и поделить, чтобы у нас число не изменилось. Мы с вами выяснили тогда, что это равняется n факториал делить на n-k факториал, но действительно в числителе у нас все натуральные числа от 1 до n перемножаются, в знаменателе от 1 до n-k. Это называется число размещений. И обозначается вот это вот как a из n по k. То есть снизу в индексе у нас пишется n, сверху в индексе k. Читается это как a из n по k. Давайте теперь это применим к одной из предыдущих задач. С какими способами можно выбрать из 7 пиратов капитана рулевого и кока. Ну, в этой задачке у нас всего мы выбираем из n человек, то есть 7 у нас равно n. И должны выбрать k человек, то есть должны выбрать капитана рулевого и кока. k у нас равняется 3 задачки. А что мы уже знаем? Здесь нужно применить число размещений, так как у нас 3 человека расставляются как-то в ряд. Тогда мы записываем, что это у нас равняется a из n, то есть из 7, по k, то есть из 3. По формуле это у нас равняется 7 факториал делить на 7-3 факториал, равняется 7 факториал делить на 4 факториал. Вот так легко и просто мы решили эту задачку всего за пару секунд. Перейдем к следующей задачке. В алфавите племени Тумба-Ёмба 4 буквы. И, И, Ш и О. Сколько различных пятибуквенных слов можно составить с помощью этого алфавита? Эта задачка отличается от предыдущих на составление слов из букв тем, что здесь мы можем использовать каждую букву сколько угодно раз. У нас 5 позиций по условию, потому что это буквенное слово. В слове на первом месте может стоять любая из этих четырех букв, то есть у нас 4 способа выбрать букву, на вторую тоже любая, то есть 4. На третью мы можем любую поставить, на четвертую и на пятую. По правилу произведения мы это перемножаем и получаем ответ 4 в степени 5. Как видим, мы у нас здесь четверка, то есть количество букв в алфавите. Здесь в степени у нас пятерка, то есть сколько букв в слове. Давайте обобщим задачку. И теперь у нас в алфавите N букв, сколько различных пабуквенных слов можно составить с помощью этого алфавита. Ну, теперь в этой задачке у нас K позиций, потому что K буквенные слова. И в алфавите всего N букв. То есть на первое место мы можем выбрать любую из этих N букв, на второе место мы можем выбрать любую из этих N букв и так далее. На K место тоже любую из N букв. То есть мы расставляли на K место, следовательно у нас всего N, K штук. То есть это у нас равняется N в степени K. Это у нас называется число размещений с повторениями и обозначается как A из N пока с чертой по формуле равняется N в степени K.